Девушки отдыхают Что ж, доброго времени суток, дорогие друзья С вами снова Dota2RUHUB Сегодня мы будем наблюдать за BTS серии Смотреть мы будем за Брудмазерс против Полярити Дота Матч Best of 3 на вылет Так как там сингл и других вариантов нет Комментировать для вас будут God Hunt и VELAT Виталий к нам присоединится прямо сейчас Я не смог вытянуть, Виталий не присоединился Ладно, стадия драфта Your spirit First pick'em для Брудмазерс А вот и он Здравствуйте, дорогой Кокостер Кокостер, здравствуйте Здравствуйте, Кокостер С вами на связи я, Кокостер Как Костер Наши дела великолепны На улице замечательная погода А я закрыл дверь, чтобы не видеть Ну, я открыл окно, потому что у меня нет кондиционера Если я закрою окно, я умру А мне надо дожить еще немного хотя бы Ну что, мы сегодня смотрим интересную Dota Она у нас, конечно, не самая интересная, которая происходит сегодня Короче, с нами будут сидеть здесь только те, которые совсем ценители и рарочки поставили Потому что параллельно у нас будет Na'Vi Virtus.pro и Vega Spirit На канале ESL.ruhub.ru Так что, что будет здесь? Здесь будет Polarity против Брудмазерс, да? Да А потом будет, ну, не совсем интересный для нашего комьюнити Широкого комьюнити матч между ProDot и Alternate Так что, тут будет поскучнее, скажем так Ну, ладно, не поскучнее, а Менее раскручено, чем на параллельном стриме Но все же настоящие, истинные следители доты должны оставаться с нами Да Ну, вообще, наши зрители, которые пришли сюда послушать именно нас Не посмотреть какую-то доту, а вот просто послушать любимых комментаторов Если есть эти два человека здесь, поднимите руки Мы должны вас видеть Polarity Dota 2 Висп First pick'em Решили ничего не скрывать А сразу же Показать, что будут комбинировать Что будут комбинировать? Тинни, Хаус, Найт Обычно Или есть другие предположения? Нет, я думаю, что они могут играть и Тинни Ой, и Висп Пак, и Висп Урса, и Висп что угодно Короче, уже Polarity играли не один раз Действительно Вот Виспа они добирают А вот под Виспа уже прям все что угодно можно выбирать Так что Вичдоктор Уже хороший герой для приема Виспа С кем-либо на релокейте Если еще А, уже Дизраптора не доберут Вирспирит есть Ну, наверное, между Дизраптором и Вичдоктором Все-таки Вичдоктор Побоеспособней, скажем так Баунтихантеры Нича таких напрягающих героев выбирают Минус Хаус Найт Не хотят видеть коньяку Ну, это логично Вот меня интересует Забанит ли Брудмазер сейчас Урсу Вообще, Брудмазер, кстати, неплохая такая команда Это вторые греческие боги Я уже про них когда-то в эфире рассказывал Триалакса мы еще помним Он играл когда-то за бывших Лондон Конспираси С нынешними парнями, которые сейчас в Адфинэм играют А вот другие, вот S224J тоже играл За них и Кайзер играл То есть вот довольно известные парни То есть где-то, да, они были Наверное, на ландфиналах Старладера в Бухаресте Были вот эти втроем Три игрока Так что, ну, не новые люди на дотасцене Но пока, понятное дело, результатов нету И похуже, я начну, от Финэм идут дела Ну, посмотрим, как получится Ты видишь, что у них есть Илла? А у нас есть Лилла Да, есть Лилл и Илл Бэтрайдер отправляется в бан Слушай, ну у Виспа все меньше вариантов Мне не нравится Висп Урса Урса хороший герой, но ему очень трудно заходить на хайграунд В отличие от Тени Тени с легкостью заламывается на вражеский хайграунд И объясняет теперь, чей это хайграунд А Урса так не может Мы с тобой смотрели как-то игру, когда Урса сделала 15 килов А дальше ничего делать не могла Осталось 5 секунд Дополнительное время Ну что, дополнительное время Минута 10 Четвертый бан Бестмастер Висп Здесь уже очень агрессивно смотрится Все под релакей Бестмастер на любом лейне выходит Кричит И к нему прилетают, добивают Мне больше интересно, чем будет играть Брудмастер Потому что приблизительный пул героев в Полярити Мы уже более-менее знаем Как они будут играть, тоже знаем Вот интересно, чем будут греки отвечать Потому что, опять-таки, если по Брудмастерс информации толком-то не нарыть Да, они играли игру в первом этом В первом раунде они играли против Кайпи И выиграли ее со счетом 2-0 Там у них Инвокер, Вичдоктор в каждой игре был И Нигма Инвокер, Вичдоктор и Нигма Вот такие три героя были Был еще Войт в одной, во второй Дарксир И был Сларк в одной И Клинкс во второй В принципе, три основных героя Их мы понимаем Но, видимо, Инвокера нету Войда тоже уже нету Вичдокторы могут, конечно, взять и Нигму А куда? Как оффлейн? Уже никуда Уже никуда, да Не пойдет Всегда можно взять, конечно, на оффлейн Запить на оффлейн И просто пойти Формить Но Свен быстро разбирается С вышкой, я считаю Тоже обозначился герой Который будет играть с виспом Хотя еще не факт Свен может спокойно пойти С даблой С какой-то вингой И висп тени А, висп тени уже не может быть Тени забанили Извиняюсь Тени уже здесь не появится Ну, тяжеловато Здесь будет Брут Матерс Он здесь появляется Им нужно магический рассказ Варкраем пробить Очень трудно будет Под бафом Свена Появляется Зевс Ну, Зевс Последнее время закрепился Мне не нравится А почему нет Свилу в Дискорде Ну, черт его знает Мне кажется, что тут Такая ситуация может быть Что Ну, просто Забегают Зевса Да, и с виспом в мид Постоянно будет Вис будет подтягиваться И как бы Подрегенивать того Кто будет стоять против В Зевса И потом В глобальном плане Прыгают тебе на голову И до свидания Со свеном Два удара И ты умер Как бы То есть Тут вот Не знаю я Ну, хотя да Зевс хороший мидер Тут бесспорно Что получится Посмотрим Какого-то вайпера взять Дополнительное время Ну, нет Вайпера мне больше нравится туда Хотя Тоже не ясно Против Зевса Неплохо стоит Со стиками От гангов защищен Мекку соберет Виспаса Вводит от Мекки Ну, вайпер появляется Боже Эти комментаторы Они просто овнят Аналитиков в салатье Надеюсь Никто из аналитиков Это не слышал Сейчас начнется опять Фурион появляется С четвертым пиком Во-во-во-во Уже комбинушка есть Ульдзиавса Ультфуриона Сейчас еще с пиктрой Все это дело Закончить Кстати, могут Но я бы на месте Полярить Заванил с пиктром Так и есть Минус спектра Ничего удивительного В этом нет А что еще сюда Хорошо заходит С хорошим Ультимейтем Ким-то Ладно, не обязательно Брать какой-то Ау-е ультимейт Мне нравится Сларк здесь Из контроля Пока два стана Вот рор Он Страшный Для Слышанного У меня, да Как с улицы Да, это у тебя Где кто-то Кто-то под домом Гуляет Но ненормально Мог бы сказать Что-то моя домашняя Завел Назвал Не знаю Алоха Так это должен быть Кокер 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 Минус Леон Убирают Саппорты Слушай Она очень Голосистая Это собака Потому что Я закрыл окно И она Все равно Пробивает А пусть Сявка Это добавляет Антуража Трансляция Нет, если бы Несли контрол Был, то было бы норм Ну да Так что-то непонятно Хотя А цемки тоже нет С собакой Твою дивизию Ну возьми цемку Как дала С саппортом И все будет Нормально Я не возьму цемку Я думаю Не, вряд ли Конечно Сейчас ждем Боевой какой-то саппорт Я говорю Какая-то венга Наверное Хорошо здесь смотрится Ну давай подумаем Герой для Лила Лил Чем Сейчас Дума возьмет Ну Дума Это слишком жадно Нужен герой Который будет Свена охранять А Лилу пофиг Это будет Дум А ну вообще Лил на пике Поэтому он себе Может чего угодно взять Ну что давайте 20 секунд Давай Ну давай Дум Энигма Ого Все равно жадно Да ладно Жадно Это же Лил Он что Жадничать будет что ли Не ну просто Блэкхол здесь Чем сбивать Верхняя Зевса Каски После появления Блэкингбара Вообще нечем Это с этим надо Что-то делать А какой Керри У нас может После появления Блэкингбара Что-то сделать Дум Как Керри Может всегда Заткнуть Энигму Ну это слишком Рисково Спектру у них Забрали Осталось 5 секунд Дополнительное Время Давай Давай Я не угадаю Я не знаю Ну Сларк Ну Витя Ты можешь Сларк Сларк Или Бонник Бонник Да Вот Сларк Или Бонник Бонник Просто Энигма Смек Худший Хороший Герой Генокоп Че ты Нормальный Герой Но Бисп Залетает Он Подвейл Может быть Неплохо Смотрится Клдаун В голову Может быть Но Сам по себе Свен Нажимает Одну кнопку И герокоптер И с ним нет Нормальных Слотов Он Ужасно Пробивает Если он Соберет Сию Себе На разгон Ему Здесь Невероятно Трудно Будет Пробить Вайпера Свена Бестмастер Здесь Из тонких Только Висп Остальные Все Жердя И дай боже Ну что Ждем Пока Начнется Игра Мне кажется Что Более Менее Да Пока Мы Ждем Пока Начнется Игра Я Быстренько Включу Себя В Дота 2 ТВ А Тебя Не Было Слышно Потому Что Ты Катал Пабы И Горел Я Не Горел Сегодня Я Спокойно Воспринимал Все Невзгоды Которые Мне Приготовил Дота Их Было Много Будет Паузой Я Тебе Расскажу Просто Хорошо Возможно Сегодня В Киеве Так Жар Только Из-за Меня Ладно Может Быть Ладно Брут Мазер Начнем С них На Air Спирити Уже Вкатился И заблочил Ancient Товарищ Реалакс На Кэрри Гирокоптере Играет Фокус На Оффлейн Фуриоре Будет играть Товарищ С никнеймом С224J Возможно Это как-то По-другому Читается Но Пока Будет С224G С224J Ну Короче Как-то 224 Будем Назвать На Вичдокторе Играет Ил И на Зевсе В миде Будет Стоять У нас Кайзер Да Ну И те Которые Под Кларити Полярити Лил Будет Играть На Энигме А Фонин Дж Вайпер Женя Висп Фобос Будет Исполнять На Бестмастере Паша Свен Ну Один Из Любимых Героев Женя Очень Много На нем Наиграл Он Говорили Статисты И на Дота Баффе Так же Есть Потому что Очень Любит Он Виспа Ну Это Хорошо Когда Есть Человек Который Умеет Гонять Ну Действительно Намного Намного Расширяет Твой Пул Скажем Так Ну Вообще Да У тебя Есть Хороший Висп Который Спасает Сейвит Нормально Это Очень Важно Баун Террун Достается Зевсу На Бот Ее Забирает Вайпер Кстати С Фрайсбэдом Пошел Не стал Покупать Сразу Стики Успеть Значит Донести С Курьером Релакс Нашел Обсервер Ломает Его Пауза Да Пришлось Потрать ему Два Сантрека Ну Ничего Страшного Главное Что Нашел Ну Пауза Ненадолго Какая-то Была Будем Надеяться Что Продолжить Да Релакс Тут свою Работу Делает Все Окей Вижен В Вот Этом Прилески Обеспечен Команде Брудмазер Отлично Стакаться Ничего Не будет Если Вдруг И думали На первых Левелах Делать Будет Извините Он же Не заблочил Спаун Я почему-то Подумал Что он Изначально Поставил Вард Чтобы заблочить Спаун А он Просто Поставил Вард Для Вижена Прошу Прощения Все Хорошо Мы тебя Прощаем Я Действительно Прошу Прощения Все Больше Это Не Повторится Вру Повторится Конечно Да Паша Легкая Женя Будет Ему Помогать Ну Паша Женя Действительно Это Дабла Начинает Срабатывать Все Лучше И Лучше Очень Сильно Хотят Фобоса Но Его Не Взять Ай Спалился Реалакс Получил 2000 Отвышки Фобос Прекрасно Знает Что Его Окружили Митер Сейчас Понимает Что Может Выдохнуть Спокойно Хотя Не так Все Хорошо Не Так Легко Действительно Фобоса Взять Вот Мы Видим Что Хочет Он Здесь Поформить Но Тут Стоит Заблоченный Сентриком Спаун И Некуда Ему Идти Нужно Где-то Куковать Где-то Нужно Получать Экспириенс Где-то Нужно Получать Деньги До Момента Когда Появится У него Айронтелл Без Айронтелл Не Весело Не Круто Поэтому Надо Фобосу Здесь Как-то Пытаться Выживать Второй Левел Получил Это Важно И Сейчас На втором Левеле Понятное Дело Будет Иметь Хотя Бо Топор И Хоть Что-то Там Можно Будет Зафармить Да Ну И Как Чувствует Сяд Так Я Думаю Станчик Сейчас Будет От Паши Но Паша Не Стал Метать Фуриона Стан Понимает Что В соло Разобраться Не Может Поэтому Фурион Там Наглеет Уже Второй Уровень Есть 5 На 3 Все Хорошо Кстати Пласт Хит У Фуриона Далеко От Зевса Ну И Как дела У Вайпера Вайпер Почти Четвертого 9 на 3 Обходит Уже Зевса При том Что Нет Пока У него Стиков Он Особо Баковать Не Может Раскачку Выбрал Среднюю Все По Единичке Сейчас Четвертый Уровень Посмотрим Пойдет В коррозию Вскен Нет Пусть Жена Так Собирается Подгнабливает Здесь Кейсера Увидит Это Или Нет Увидим Смотри Реолакс Разминают Реолакс Пытается Забить Кабана Забил Кабана Получает Второй Уровень Но Он Укатится Отсюда Если Что Вайпер Не пошел Помогать Фобосу Ушел Фобосу Скоро Кабан Нет Не смог Дорогу Перегородить Пенечки С Блышом Трудновато Фуриона Конечно Постоянно Контролить Пеньков Кого Может Заганговать Фурион Давай посмотрим Прилетает В мид Тангусы Кончились У Вайпера Прогрызать Больше Нечем Хорошо Но Вайпер Трудно Уязвимый Таргет Ну Вайпера Сейчас На пятом Левеле Если Он Вкачает Хотя Кстати Против Зивса Он Может И Не Качать Сейчас Можно Залетать Ну И Фурион Залетает Афоня Афоня Должен Разменяться Как минимум Реалакса Забирает Он На ФБ Ну Вот Если Б еще Две Тысячки Успел Отдать По Кайзеру То Это Был бы Шикарный Размен А так Мы Видим Один В один Ну Может Быть Даже Не Самый Кайфовый Он Без Стиков Стоял Он Уже Купил Все Стики Но Не Принес Еще Себе Если На самом деле Принес Я думаю Он Пошли Кабанчики Продолжает Работать Барага Но Фобос Все Погибнет Да Тут Ничего Не Сделал Б Никак Саня Если Б Может Убегал Сюда Но Понятное Дело Если Б Он Убегал Туда То По Нему Полностью Залетел Б Б Б Дэмэдж Слишком Много Еще До Второго Б Несло Умер Ничего Страшного Фокус Заработал Кстати Фраг Заработал На свечдоктор Так Что Это Опять Так Хорошо Баланс Фида Должен Быть Соблюден Хотя Фида Пока У Брудмазер Не Было Так Что Сейчас Будет Проблема Женю Разминают Фобос Еще Одна Смерть Фобос Опять Он Убегает Черт Пойми Куда И Опять Собственно Погибает Фобос Там Минус Женя Может Тычки Не Хватает Свен Пошел Станчик Релакс Видит Отлично Уходит На Тизере Отпивается Флаской Будет Фуловый Прилетел Сюда Фурион Вижен Дает Лил Зажат В лесу Здесь Ничего Не Получится Почему Если бы Они погнали Сейчас За Фурионом Скорее Всего Они бы Где-то Подрезали Очень Долго Он На Фейзах Его Очень Трудно Догнать Так На Афоне В миде Опять Наполз Зевс Афоня Немножечко Подошел К таверу Вкатывается В него Опять Миде Три героя Афоня Есть Ультимейт Думает Кого бы Ультануть Ультует Зевса И еще Две плюшки Надо дать Зевс Здесь Погибает И Вайпер Погибает В ответочку Но Как мы видим Вайпер Сделал фраг Первым И это Хорошо Да Очень много Внимания Сконцентрировано В миде Постоянно Пытаются Сейчас правда Тоже Зевса Отправили Поэтому Набрать Не получится Опять Размеряют Фобоса Фобос Уже Со стиками Талоном И не пахнет И только Второй уровень У Сашки Дела Очень Очень Плохи Сейчас Быстренько Сделаю Все Что ты там Делаешь Да Решил Поломать Что-нибудь Скучно Да Ну ладно Ломай Действительно Потому что Если в игре За 5 минут Всего 7 фрагов Надо срочно Что-нибудь Поломать И так далее Ну Я чуть-чуть Чуть-чуть Я понял Скучная Дота Мы Действительно За ней Соскучились За скучной Дотой Я Попал На Азию Не комментировали Дим Импайр Не надо Нет В субботу Я попал На Азию И как 101 минута У меня С почином У меня Было У одной команды 14 доминаторов Чтоб ты понимал У одной команды 14 доминаторов Да У одной команды Было 14 доминаторов У Ямотяха Было 6 Лично А зачем Они переманивали Мега крипов И продолжалось Это на протяжении 40 минут Понял что Я вообще Не извращение Цветы жизни Вообще Ты понимал Они 40 минут Дефили мега крипов Из которых 20 Они их просто Переманивали И в итоге Когда у них Собралось Где-то 30 или 35 Мега крипов Такая здоровенная Банда Которая в итоге У них охраняла Трон То есть Другие мега крипы Шли Дрались с этими Умирали А эти шли На фонтан Регенились И опять возвращались Дефить трон Это было Очень веселое зрелище Очень рекомендую Всем пересмотреть Видео на ютубе Появилось Буквально только сегодня Потому что там Были кое-какие Технические проблемы С твичом Там даже В трех минутах Вода нет звука Но это не важно Потому что Там в принципе Звук не нужен Мы там со смайлом Просто прозревали С происходящего Это было действительно Очень весело Для кого-то Если смотреть Скорости Икс 4 А потом Они взяли Всех этих крипов Обвели И как в Старкрафте Зерги Просто пошли По миду в атаку Не получилось Нет, к сожалению Не вышло Они почти все сделали Под ветку сделали Мега крипов Но чуть не получилось Паша Скорее всего Ну 100% Скорее всего Он ничего сделать не успеет Здесь все-таки 4 персонажа На него напали Если что Через калдаун И они сейчас Переходят в пуш Интересный Вич доктор Который вообще Не трогает Вуду Ресторейшн Второй Маледикт Все сделано На убийство Какого-то Одного таргета Ну возможно Это правильно Так что будет воевать Ты знаешь Да и с Вуду Ресторейшном Можно воевать Просто тут сделали так Что даже если Таргет вдруг убежал Тут вкатились на Женю Будет ли Барейдж Если Барейдж Ну извини Женя тоже Отваливается в таверну Да пытаются тут Сплит пушить Как-то мид Но фонин же Слабый пушер По сравнению С гирокоптером И фурионом Фуриончик уже Почти с барабанами Сейчас будет Севс в инвизе Ждет следующую урону Что ему в этот раз дадут Ну вот пока не получается У Полярити В ответ кугангать Хотя есть у них вроде как Энигмы Уже с Блэкхоллом Как целый левел Можно в принципе Выйти и где-то Его кстануть Хотя бы в одного Чтобы сделать фраг Пока этого не происходит Гирокоптер на топе наглеет Может быть он станет Жертвой Может быть Ну вообще Мне пока нравится Как действует Брудмазерс Хотя в принципе Со всех их действий Толку не особо много Так как на линиях Они нереально проседают Ты посмотри просто На Крепстат Вайпера с Зевсом Сравни 44 на 15 Против 26-1 Да Если Гирокоптер держится На уровне То тот же Фурион Проседает Если бы не те две смерти Фобосов Сложны в самом начале То я думаю Сейчас были бы Бешеные неприятности У команды Брудмазерс А так они хотя бы За счет фрагов Еще как-то держат За более-менее На одном уровне С Полярити Но в глобальном плане Даже потеря вот этого Тавара И фраги на Паша Они в принципе На фоне проигрыша линии Значит довольно мало Ну вообще да Толстоватый Полярити Поэтому сейчас С каждой минуткой Брудмазер Все труднее и труднее Будет убивать таргеты Висп Вот этот Шестого уровня Релокейт уже есть Вен с Доминатором Сейчас начинает Все стакать В скором времени Он наберет очень много Должны это прекрасно понимать Поэтому должны Пользоваться своим Мобильным Фурионом Вот этим Ну как-то должны Ну блин Ну Полярити Тем временем Мы увидим Тут два героя Формят трипл стак крипов Буквально через стенку От них стоит Четыре Трипл стак крипов То есть И это постоянно Будет происходить Как бы Полярити С Веном играть умеют С Виспом Тем более И если никак Греки не будут Им отвечать То скорее всего Просто-напросто Закончится все тем Что Паша придет И всех порубит На шаурму Скорее всего Так и будет И поэтому Я думаю Кстати они даже Знают об этом Ну играли наверняка Против Свена И не один раз Знают как он работает Поэтому должны В какой-то момент Начать огрызаться Причем очень сильно Ходить фармить Сейчас Ну единственное Что можно Дождаться Вейла От Девса Вот он Очень сильно Поможет В масс файтах Под калдаун Вот этот Ну и пошел Смоук Смотри Реагирует Как-то Пытается Сейчас что-то Навязать Фреончик С ультимейтом Есть Пытается Доформить Все барабаны Они сейчас Будут После этой Пачки Крипов И пенечки Спалили Женю На женье Никто не прыгает Спалил Герокоптер Шестаки Знаете То что У своего Там что-то Готовится Лил А точнее Это Ил Я буду Называть Вич доктор Ил Называй Так чудесно Фокус Клдаун На Фобоса Ну кстати Хорошо Что Фобос Ультанул Потому что тут Проблема Фокуса будет Фобос Очень долго Прожил Внезапно Ну и ты знаешь Что минус Фокус Будет точно А вот у Фуриона Тут тоже Огромные Неприятности Да Походу Его тоже Убьет Зевс Минус Женя Хорошо Ну а самому Не подставляться Надо Под плевок Потому что Если вайпер Зацепит Это скорее всего Фраг Ну 2-2 Тут еще В спину Баны Пока нет Но Солдринг Есть Тики Есть Ни в коем случае Нельзя лететь Вот так вот Издалека Сбивать То бха Если Зевс С него Попадает Нечем Поэтому Лучше Как то Вот Каски Есть И булыжник Издалека Пока БКБ Нет Там На самом деле Очень трудно Блэкллок Остануть С появлением Блэкингбара Намного проще Конечно Секундочку Пишет Реалакс В итоге Размен 2 в 2 Преимущество Полярити Совсем Небольшое 750 По золоту По XP Они выигрывают Чуть больше Около 3000 За счет Эникмы Понятное дело Уже 9 уровня Так же Как и Свен Зевс Уже 9 уровня Ну и Что мы Увидим Дальше Барабана Кстати Не успел Принести Фрюн Там Могли Затыкать Веспа И Намного Ярче Был бы Размен Для Бруд Мазерс Если бы Не успел Дать Вайпер Меку Потому что Через эту Меку Он Веспа Отхилил Очень Очень Много Ждем Ждем Пока Починят Свои Проблемы Или Что там В очередной Раз Мне бесит Когда пишет Сек Сек Прошла Сразу Отжимаешь Ну напиши Там 2 минуты 2 минуты Да Чтобы мы Понимали Сек Я Пойду Дверь Закрой Или Не знаю Пиццу Встречу Или Еще Что-то Сделаю Обязательно Отходить И нажимать Паузу Когда ты Пиццу Забираешь Тем более Ты на Йорс Переди Играешь Фонтан Отправил И все Поехали Поехали Смотреть Дальше На топе Стягиваются Опять таки Игроки Будут пытаться Может быть Ничего Не будут пытаться Афоня Уже отсюда Улетает Так что Его не Цепануть Ну и В принципе Драка В маленький Но плюс Для Полярити За счет Того что Забрали Конечно Гирокоптера Не потеряли Своих Кургероев Потеряли В очередной Раз Фобоса Ну Фобоса Несмотря на Три смерти Вот мы Видим Скоро Появится Уже Первый Ника Что в принципе Для бестмастера Неплохо Тут даже Хорошо Я бы сказал Он сможет Соло фраги Делать Хейт И найдет Вич доктора Там Или Спирита Или Фуриона Практически Любого из них Фобос Видел булыжник Который Мимо лица Пролетел Фобос Сейчас в миде Получает Деньги Экспу Лил В лесах Лил 1500 голды Лил Вот такая Вот кажись Жадная Но не особо То есть Он там Выбегал И на линии То есть Не просто В лесу стоит Но 109 Левел у него Все хорошо В этом плане Снизу фармит Паша Уже Ух ты Паша Какой интересный Делает выбор У Паши будет Армает Да Почему нет На самом деле Хороший выбор Шикарный Если чувствует Что может справиться С этим армлетом И нарубать За короткое время Если доверяет Виспу Который за спиной Я думаю Женя Умеет на виспе Поэтому проблем Не должно быть С этим И висп Спокойный Армлет Вахилит Что будет собирать Гирокоптер Пока доминатор Аквила И у него Поясок появляется А на что Это поясок Он с Сынжа Начинает Ну Не самый лучший Айтем конечно На разгон Но При том Что тебе надо Пережить Рассказ Минимальный Наверное Правильно Какой-то Экшен Мы увидим Сейчас Вот Брутмазерс От них Должен быть Экшен Что Свинут Все хорошо Свинт Фармит Свинут Уже Готов Армлет Сейчас пойдет Забирать Свои стаки Птичка Не знаю Зачем здесь Висит Наверное Для подхода Чтобы Видеть Кто подходит К стакам Вот Пошел Паша Нажимает ГДС Ну и тут Рядом А куда они пойдут Ну если Вкатится Умрет Хотя Посмотрим Кстати Его и так Могут поймать Реалакс Понимает Что за ним Погоня Отбрасывается Булыжникам Но не так Действительно Легко Взять Лил Тем временем Заходит В спину Фурион Фурион Лил Так будет ли Стан Вот он Стан И уже Летят сюда Второй раз Работает Залетает Еще Дистан Много Пошли Касочки А вот Теперь Лилу Надо ждать Нужного Момента Дезвар Дезвар Потрачен Паша Это Минус Забрали Женю Ну и ты знаешь Пашу скорее всего Тоже заберет Если не будет Какой-то Бешеный Ответ А ее Не будет Его забирают Сто процентов У него ГДСа нет Виспау У него убили Он никак Не ворвется В файт Нормально Да Ну вот Зачем было Идти за Т1 Когда увидели Такое количество Сейв ТП То есть Ну видно Что противник Уже становится 4 ТП Развернитесь Да и все Да Гораздо больше Ну да Релокейт не получился Вы только сейчас Забрали стаки У вас в принципе Все должно быть хорошо Ну просто потеряли Сейчас Пашу Да это очень Конечно плохо 2-2-2 У него стата И придется Сейчас сидеть 20 секунд Таверни Ждать Ну а на топ Тем временем Пытается спрессовать У нас вышку Афонин Такой себе Вайпер Пуширователь Скажем честно Но Старается Хотя бы Внимание на себя Притягивать Приходит сюда Фурион Ну пеньками Будет забирать Крипов Да Передумал Гирокоптер В одночасье Сразу начнет Собирать Яшу Не стал Собирать Сэнш Так что Улила Улила Даггер Не стал идти В Блэкинг Бар Не стал играть В Энигму Который просто Расправляет плечи Идет файт пешком Решил сыграть В Энигму Которая запрыгивает Ну тяжеловато Здесь все равно Будет кастануть Блэкхолл Мы уже говорили О том что Практически Каждый персонаж Сбивает А сейчас еще И Фурион Ворчет пойдет Ну Фурион идет В Глобус оф Хаст Это либо Мидас Либо Мэйл Шторм Ну мне что то кажется Что это будет Мэйл Шторм Не к чему Тут Мидас Уже после барабанов Фейзов Хотя Если думать Что игра Сильно затянется Можно собрать И Мидас Ну со Свеном Просто это Такие себе Игрушки Свен заберет Пару тройку Стаков И может спокойно Идти к тебе на хайграунд Ну что ждем Опять В очередной Раз Все Мы уже продолжаем Бедный Бедный гирокоптер Брудмазерс Он сейчас Он сейчас очень Не рад Минус Минус гирокоптер Будет в атаку Будет в атаку Будут забирать Сейчас ты один На ботамис Вент 2 300 И это будет Скорее всего Блэкингбар Следующим Айтемом Укрепили свои сооружения Падает Тавр очень быстро Собирается Пограться Булыжник Мимо Да Ну Пока Переигрывают Уже видим Преимущество Порядка Семи с половиной По золоту По XP6 Свен на 3000 Уже обходит Это будет Только расти Сейчас Что уфармит Быстрее Чем гирокоптер Фрем Полетел По островкам Что Эншентов Еще будет пить Вторые Некрочи У бестмастера Поздновато Немножечко Если честно То есть Если мы на 11 Авере О том Что первые Уже На подходе То вот Сейчас Бестмастер 4700 Проседает Довольно сильно И вот Третий Было бы неплохо Побосу получить Но Хоть не умирал Он после этого Действительно Мест для пофармить Так и не нашел И вот Третий Драк тоже не было С третьими Некрами Проблема Очередной Даблстаг Забирает Паша Блин Все-таки После матча И надо себе Постоянно себе Во время эфира Надо после матча Зайти и посмотреть Сколько он нафармил На крипах Сколько он нафармил На крипах Там надо табафивать В этом подробном анализе Можно это посмотреть Вот действительно Интересно Сколько Вот В таких матчах Да не только Полярити Очень много команд Которые действительно Выносят Сеншин Там прям Какие-то Невероятные деньги Вот Было бы Было бы Интересно Глянуть В самом деле Можно и так Посмотреть Что это Примерно Будет Четыре Или Пять тысяч На данный момент То есть Это практически Вся разница С гирокоптером Он ее Вынес Сеншентов Из астаков То есть Четыре Пять тысяч Я думаю На данный момент Уже есть Поэтому Дело Что будет Еще расти Это много Это очень много Это половина Его золота Практически Да ну и Свен Добирает Себе Блэкингвар Вот она Двадцатая минута Даггер Доминатор Армлет И Блэкингбар Это очень много Да просто Посмотреть ГПМ Да у него ГПМ свыше Шестиста Шестьсот Двадцать шесть На данную минуту На двадцатую Алхимики Не всегда Такой ГПМ Выдают Как сейчас Выдает Свен Ну что ж Двадцать минут Действительно За нами По деньгам Очень Очень Уже хорошо Оторвались Полярити Опять таки Это не значит Что вот шансов Уже никакие Некра три Только я начал Аварить Фобос За две минуты Третий Некра наформил Никто не трогал Минутку И они ему летят Это не значит Что как бы У Бурдмазера Шансов нету Но вот С каждой минутой Пока они бегают далеко Где-то Их все меньше И меньше Ну как бы Блин Я не понимаю Почему он взял Блин У тебя же есть Эрспирит У него же есть Магнетайз Ты же Зевс У вас же есть Ультфуриона У вас же есть Гирокоптер В конце концов С иммультом Почему не взять Вэлла в дискорд Да Хотя бы Потому что Виспа моментально Лопнуть Это важно Там не только Виспа Все будут проседать Просто даггер Пока сейчас Ему вообще Никак не помогает Он вот Ходит 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 Даже будет файт Я не уверен Что даггер ему поможет Просто если тебе будет Какой-то релокейт На голову Да Можешь отпрыгнуть А если начинается драка И тебе надо в нее зайти Допустим Ты рядом Запрыгивать Нет смысла Отпрыгивать Уже не факт Что получится Ну что На нижней линии В пятером Греки Пытаются Как-то организовать Драку Против Паши и Жени На топе Три оставшихся героев Полярити Ну походу Закончится все тем Что Т2 Тавр На топе упадет А снизу не произойдет Ничего Да Вот тыкнули вард Бордмазерс Ну не стали Они нападать На СВНа Вместе с Виспом Ну и на топе Тоже тишина Спокойство Афония Фармит У Афония Сенжиньяша БКБ Через 1000 голды У Лила Фобос Некро 3 Тапок И все И тишина А тут Тут у Фуриона Мидас Ой все таки Мидас Ну Не знаю на что Он рассчитывает Как он рассчитывает Затянуть Против СВНа То что он фармит Сейчас это здорово Да хорошо У тебя 12 уровень У тебя даже какие-то Айтемы сейчас Начнут появляться Но какие СВН все равно На две тычки Укатывает Сверспирит Делает Паут сбить его Нечем Третьи некрочи есть 11 левел есть Нужно выформить Даггер Переманта Стайл На Вишдоктора Нашли Ну Я Я Я Я Я даже слова Так не успел сказать Что сейчас будет А там Все Это при том Что без ГДС Да Это действительно Без ГДС Там полтора удара Вы понимаете Что под ГДС Сейчас Ни Вишдоктор Ни Эрспирит Ни Варион Ни Зевс Вообще Это Ну это просто Еда для СВНа Да и контроля По нему никакого Да БКБшек там Нету никаких Кроме спрутов конечно Ну да Спруты Ну есть Висп Есть Висп Который может их Как-то поломать Хотя Висп обычно Вместе с тобой Уже прикреплены На топе На топе Фокус И это минус Ребята же не прожимает Даже не прожимает ГДС Зачем Мол Ну в принципе Ну да С некрами И так больно Счет становится Только 10-10 То есть Они вот Только-только Начали Вот только-только Сравнялись По фрагам Но как вы понимаете Да Преимущества Настолько уже Подавляющие Что Я вот прям даже Не понимаю С какой стороны Грекам сейчас Заходить И чем делать Да не знаю Массфайт Они выиграть не могут Кургера убивать Уже неплохо Фуреон справился Вот сейчас Убить за это Можно Фуреона Да Прилетает Фобос Ну и тут уже Никуда не отпустят Этого Фуреона Кабан его Еще будет словить И Ну Кургера на себя Разменял Да ладно В принципе Хоть что-то сделал Выиграл время В конце концов Да Ну как выиграл время Паша в это время На ботами забрал Просто Т2 Через ГДС Я пытаюсь найти Тут Действия Брудмазерс У тебя не получается Потому что Дайгер и Миндез В ситуации Против Свена Они не отмазываются 3200 на руках У Свена Очередные Эншенты Рошан кстати Если что стоит Возможно Стоит его Зайти и забрать Паун Теруна Для Жени БКБ готова У Энигмы Чем теперь Избивать А нечем Да Печально все Очень печально Я думал что Интереснее Смогут что-то Показать Брудмазерс Хотя бы Что-то похожее На их старт игры Какие-то выпады Агрессия Прилеты Фуриона И так далее Этого ничего не увидели Идут пытаться Задефить Рошана Не успевают Сейчас Булыжник покатится Все Им можно отступать Ну куда вы идете С Венверкрай Укатывается Верспирит Просто выгоняют Ну что По миду На хайграунд Или Или все-таки Будут пытаться еще Ну БКБ Просто появилось У Лила И как бы Какого-то Глобального смысла Ждать Может быть Блинк по басу Разве что купить Хотя он его пешком Сейчас пойдет Купит И все Да я думаю Будет хайграунд Сейчас Но смысл тянуть Не короче Есть ГДС третьего уровня Есть Блэкинг Бар Десятисекундный Есть Тут Не за чем ждать То есть Враг сейчас Противопоставить Мало что может Почти готов Вейл у Зевса Булыжник Он не хочет Покажать ГДС Ну а он не спешит Вот сейчас Миканз Можно еще Постоять Вайперу Побить Например Можно дождаться Следующей пачки Крипов И потом только Завязать ГДС Как бы Глифа по прежнему Нету До Глифа еще Целая минута Там топ Тем временем Фобос Подпушил Фобос Прыгает Наила Некра Третий И это минус Вич Доктор За один удар Действительно И на топ Заходили Заходили по миду А зашли на топ Вот это весело Очень нагло Ворвался Там Фобос Закатил Сейчас Релакс Ну Вот как-то Ну был бы Хотя бы У Зевса Вкатывается чувак Зевс купил Таки Вейл Ну вот смотри Как больно А почему не раньше И Афония Сейчас просто Может умереть Нет Афония Аегис На самом деле Он может умереть Но он не стал умирать Я забыл Что у меня две жизни Катапульт Достреляет Запрыгнул Утоке Паша Решил провести Еще БКБ Чтобы не подцепили Минус сторона 26 минута Очень уверенно И просто Для полярити На данный момент Все происходит Кирасу Покупает себе Еще Свен Да Остается ему Только Плейтмейл Купить И он сейчас будет Так же будет По второй стороне Через 30 секунд Возможно Через 60 Чтобы БКБ Откатилась Ну Однокалиточная У нас первая карта Получилось Ни секунды Не было Преимущества У Брудмазерс Как начали Проигрывать Сначала Так и В итоге Все так же Какие-нибудь Качели бы Показали Огрызнулись Там Печалька Ну Посмотрим Может быть Во второй карте Смогут еще Что-то показать В это Я не верю Что они Угдс Приходится Нажимать Фротификейшн Вайпер Разминает Эрспирита Буллыжник Попал только По угру Чародею Ну и тут Тем временем Мид Ну давайте Ну хоть что-то Ну пацаны Я хочу Чтоб поубивали Их Серьезно Вот Дезвард Хорошо Паша Ему пофиг Он спиной развернулся Как Борис Телбек И танкует Реалакс Тоже погибает Да Афоня побежал Уже Под Т4 Я очень хочу Увидеть Блэкхол Хоть раз В этой игре Не Завязывай Никаких Блэкхол ГГ Ну дай Блэкхол Лил Побежал На базу Успеет ли что-то Сделать Лил Лил Все Продал Лил Кларити Одно Второе И Блэкхол Кастовал Ну хотя бы один И то неплохо За игру В фонтане Неважно Блэкхол Был В статистику Запишется Что он был Ладно 28 минут Очень уверенная Победа От Полярити Но это только Первая карта Стоит напомнить Что это Бест оф 3 Поэтому все шансы У Брудмазерс Еще погрызаться Есть Конечно Нам хочется Чтобы наш СНГ Коллектив Прошел Дальше Но Хочется посмотреть Интересные доты Хотя бы на второй карте Чтобы они Пободались Мы наверное Будем уходить На небольшую Рекламную музыкальную паузу После которой Я болею за греков Хорошо Болей Я вижу Что происходит Я бижен Я ждал Что будет Мега рубилов А Не Ну если честно Действительно Плохо сыграли БМ То есть Какие-то моменты Вначале были Ну а дальше Совершенно Как-то вот Без Не знаю Безведейно Безведейно Ну посмотрим Посмотрим Ждем вторую игру Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok